Потому что как-то полезно будет. Ну, хорошо. Начнем с определения экономикс, которое вы все знаете. Очень важное определение, которое никогда нельзя забывать. В чем вообще суть этого всего, что мы изучаем. Экономикс – это наука о том, как общество управляет имеющимися в его распоряжениях ограниченными ресурсами. И здесь очень главное слово – это ограниченные ресурсы. Мы очень много чего хотим, но у нас не всегда хватает ресурсов для того, чтобы это получить. И как раз этой проблемой и занимается экономика. Как пелось. Кто узнал песню на слайде? Нет? Никто? А это Кристина Си, по-моему, нет? Ну, да, да. Вот. Да, тут у нас вот я хочу, нет, я хочу. Да, туфли джимичу, айфон хочу. Ну, как бы вот. Ну, вот что вот. Да, хоти. Не хватает ресурсов-то ограниченное. Вот, да. И вот у нас появляется проблема. Господи. Так, сейчас. Так, кто знает Гришу Антипина, скиньте ему ссылку, пожалуйста, на наш зум сегодняшний, вот который сейчас. Я этот почему-то не... Сейчас я его скину. Давайте я скину, я его. Да, скиньте, пожалуйста, спасибо. Вот, а то он мне уже надоел. Он мне со вчера пишет, написывает, что во сколько пара, а где что, а ничего непонятное. И вот, и все как бы. Вот. И так не подключился до сих пор. Вот. Да, то есть, вот наша самая главная проблема, да, то, что наши ресурсы ограничены, да, и мы занимаемся тем, да, все вообще всегда, да, то, что мы пытаемся удовлетворить наши неограниченные потребности, мы что угодно можем хотеть, да, с помощью ограниченных ресурсов, да, то есть промаксимизировать свое удовольствие, да, в условиях ограниченности наших возможностей. Вот. Ну, хорошо. Первые три или четыре принципа экономикс, да, про то, как люди принимают решения, да, как мы делаем свой выбор. Давайте начнем. Да, это такой как подглава. Первый принцип про то, что человек, в принципе, всегда что-то выбирает. Вот. Нам, ну, вот есть, да, такая фраза, да, то, что бесплатных обедов не бывает. Ну, на русский, вы знаете, да, это то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот, да, и когда мы делаем какой-то выбор, мы из нескольких там вариантов выбираем лучший для нас. Да, то есть мы отказываемся от того, мы отказываемся от всех других выборов, вот. Да, и чтобы что-то получить, нужно отказаться от чего-то другого, да, потому что, еще раз, ресурсы у нас ограничены. Да, если мы говорим про деньги, вот у нас там может быть выбор про то, что, там, купить ли мне сумку Филипп Лейна, да, или слетать покататься на сноуборде в Сочи, да, и вот я вот сижу и думаю, да, куда же мне потратить бабки, да, там на то и на то не могу, нету больше, да, и вот сижу и выбираю, да, то есть здесь я делаю выбор, да, что для меня важнее в условиях ограниченных ресурсов. Если мы говорим про время, да, то, что у нас временной ресурс, естественно, тоже ограниченный, с этим вы сталкиваетесь всегда, да, да, поскольку у вас очень много предметов, и, ну, в лице очень классно сделано то, что у вас хотя бы разделено это на базовый уровень и профильный уровень, да, уже, да, вы какой-то выбор сделали, да, чтобы не тратить много времени на то, что вам, ну, не особо важно, да, а вы это очень, ну, вы это прекрасно понимаете, да, то, что времени всегда не хватает, да, и хочется то, чтобы в сутках было побольше, чем 24 часа, вот, и так далее, да, и вот один из примеров, да, что же мне выбрать, с этим вы столкнетесь еще и в университете, да, это сидеть, ботать и получать высокие оценки, или налаживать свою социальную жизнь, свои social networks, да, там, не знаю, поступить в какой-нибудь студенческий совет, вот, и возводить в себе множество полезных знакомств и друзей, а это одна из самых важных причин, зачем идут учиться в хороший университет, да, чтобы зарабатывать себе связи на всю жизнь, вот. Да, если мы говорим более, да, уже повыше, да, уровнем проблемы, да, чем занимается наше государство, да, государство всегда стоит выбор, да, при проведении каких-то политик, да, делать ли политику эффективной для общества, да, это вы помните, да, про то, что у нас там максимизация общественного благосостояния, да, чтобы не было потерь общества, то есть делать ли политику эффективной или говорить о равенстве, да, здесь у нас, естественно, да, не всегда то, что эффективно, да, подразумевает равенство в обществе, да, и все вот эти политики о том, что надо поддерживать бедных, да, что происходит, да, если те, кто много работают, хорошо работают, да, получают свою действительно достойную высокую заработную плату, то им говорят, вот ты должен отдать 40% своего дохода, да, на помощь бедным, да, и вот так обязывает государство, что происходит, да, это очень, ну, там, люди, которые действительно хорошо работали, они расстраиваются, да, из-за этого, и у них снижаются стимулы хорошо работать, потому что зачем много работать, если я все равно почти половину своего дохода отдам, да, на пользу нуждающимся, и снижается эффективность, да, и то есть, типа, государство всегда делает выбор, да, тоже, как-то так балансирует, да, между эффективностью и равенством в обществе. Вот, если мы говорим про финансы, тоже очень такой стандартный пример, вот у меня есть там какая-то определенная сумма денег, да, и вот есть выбор, да, положить мне эти деньги, пойти в Сбербанк на депозит, да, под почти 0%, да, или вложить эти деньги в какой-нибудь стартап, вот, да, и здесь стандартная дилемма – это риск-доходность, да, то, что если я вложу в стартап, вот, я могу получить очень большой доход от этого, вот, но риск того, что я не получу ничего, тоже высок, вот, а если я положу свои деньги в Сбербанк, я почти никакого дохода не получу, но зато это Сбербанк там самый надежный и все такое, вот, да, поэтому здесь мы всегда выбираем, да, мы хотим высокий доход или низкий риск, вот. Так, ребята, пожалуйста, по вот этому принципу вопросы, какие-то комментарии. Ну, хорошо. Вот, так, второй принцип, да, продолжение первого. Стоимость чего-либо – это стоимость того, от чего придется отказаться, чтобы получить желаемое. Это то, с чего мы всегда начинаем курс экономики, да, на Мотеке-Соцеке – это понятие альтернативной стоимости, да, или сдержек упущенных возможностей, да, и очень много, да, мы этим занимаемся всегда, перед тем, как проходить КПВ, вот, поэтому вам это до боли знакомо, вот, что такое альтернативная стоимость, да, стоимость нашего выбора. Это стоимость наилучшей альтернативы, от которой мы отказались, да, то есть второй по крутизне, от которой мы отказались. Вот. Это мы проходим перед КПВ, да, концепцию альтернативной стоимости, вот, а затем, да, когда вы начинаете говорить про фирму, вы еще туда записываете различия между экономическими и бухгалтерскими издержками. Помните, да, я пыталась сделать так, так, чтобы вам было максимально понятно, про что мы говорим, это было актуально для ваших курсов, вот. И мы с вами знаем, что бухгалтера отличаются от экономистов тем, что мы, экономисты, да, учитываем не только то, что по факту потрачено, а то, от чего мы отказались, чтобы заниматься именно этим делом. То есть мы включаем еще и неявные издержки, которые как раз и включают в себя, это и есть альтернативная стоимость, да, нашего выбора. Например, у меня была моя сумма денег, я решила открыть свой бизнес, вот, да, и какая, ну, и потратила, вложила эти деньги в развитие бизнеса. Альтернативная стоимость моего выбора – это то, что я могла бы мои деньги пойти положить в банк, да, это должно учитываться, да, это и будут мои неявные издержки. Вот, да, да, и все ТЦ, да, ваши любимые, которые вы записываете в ваших задачах – это как раз экономические издержки, да, именно экономические, да, мы не бухгалтера, все-таки мы экономисты. Ну и давайте примерчик, вот, да, такой тоже актуальный. Например, вы купили подписку на Netflix, сейчас она, там, я погуглила, она стоит примерно 600 рублей, ну, в зависимости от тарифа, да, это самая дешевая, вот, и она у вас именно сейчас куплена, да, вы пользуетесь именно Netflix, вот, да, но подписка на Кинопоиск, да, предположим, что у нас только две этих, да, два таких сервиса, подписка на Кинопоиск, самая дешевая, стоит 199 рублей в месяц, вот, и посмотрите внимательно, здесь написано, при прочих равных, это очень важный комментарий, да, если все остальное мы считаем равным, альтернативными издержками нашего выбора, да, того, что мы приобрели подписку на Netflix, да, это будет разница между стоимостями этих подписок, да, то есть 400 рублей, да, мы переплатили, вот, и мы эти 400 рублей, если бы мы купили подписку Кинопоиск, у нас бы осталось дополнительных 400 рублей, которые мы могли бы потратить на что угодно, вот, это наша альтернативная стоимость нашего выбора, вот, и здесь надо, да, чуть помедитировать, да, принять вот этот пример во внимание, да, потому что не всегда это сразу же очевидно, вот, иногда говорят, то, что альтернативная стоимость, ну, стандартная ошибка, да, иногда говорят, что альтернативная стоимость нашего выбора, это 109 рублей, да, но это же неверно, правильно, потому что здесь-то у нас не то, какое мы удовольствие получаем, да, а здесь у нас сколько мы тратим денег, да, вот, какие дела. Так, давайте дальше. Здесь у нас уже, кстати, вот, про рациональные предпочтения, которые у нас здесь сейчас представлены на слайде, я буду говорить еще и на следующей неделе, когда мы будем проходить теорию полезности, вот, так что сейчас мы с вами познакомимся с этим. В третьем принципе у нас написано, что рациональный человек мыслит в терминах предельных изменений. Здесь, да, этот принцип разобьем на два слайда, да, первое мы, скажем, определим рационального человека, кому экономикус, вот, да, какие предпосылки на предпочтения мы накладываем, чтобы сказать, что у экономического агента рациональные предпочтения. Рациональность предпочтения определяется двумя свойствами предпочтений. Первое – это полнота. Полнота предпочтений означает, что мы можем сравнить любые две альтернативы всегда, да, то есть, вот, что бы нам ни представили, да, для сравнения, мы можем всегда сказать, да, что это для меня лучше, что это для меня хуже, или мне, в принципе, все равно, я получаю одно и то же удовольствие, да, от двух альтернатив. Вот, да, ну, здесь у нас в примере. Мы всегда можем сказать, вот, если нам представили, там, банан и кокос, да, и мы всегда можем сделать выбор, да, мы всегда можем сравнить, да, это означает полнота предпочтений. Можем сказать, что банан лучше кокоса, или кокос лучше банана, или кокос и банан для меня эквивалентны, то есть, приносят мне одинаковое удовольствие. Вот. Ну, такая довольно понятная предпосылка, но, на самом деле, в жизни, что мы иногда, что мы иногда сидим и не можем, да, понять, да, мы там сидим, да, и вот непонятно, что, вот, не можем, да, сравнить, да, не получается у нас сравнить, мы сидим и думаем, ну, я не знаю, да, что для меня лучше. Вот такого у рационального и комического агента нету, да, мы всегда можем сравнить, да, при полноте предпочтений. Второе свойство предпочтений, которое тоже входит в рациональность предпочтений, это свойство транзитивности, то есть, в предпочтениях нет колец. Что это означает в определении транзитивности? Если, ну, давайте опять, да, в нашем примере, да, если мы решаем, что для нас банан лучше кокоса и в то же самое время, да, мы говорим, что кокос лучше апельсина, то по транзитивности предпочтений, если наши предпочтения транзитивны, банан должен быть лучше апельсина, да, то есть выстраивается такая цепочка. Вот, и вроде как это тоже понятно, логично, но на самом деле не всегда, да, можем сидеть, да, и говорить, что, ну, для меня банан лучше кокоса, и там, и для меня кокос лучше апельсина, а в то же самое время для меня апельсин лучше банана, да, и у нас получается такое кольцо, да, там, что для меня лучше, вот. Да, у нерациональных экономических агентов такое вполне может быть, да, в жизни такое вполне может быть, но в наших предположениях, да, у нас действует свойство транзитивности. Да, аналогия с математикой, да, там, не знаю, если 5 больше 2 и 2 больше 1, то следует, что 5 больше 1. Вот, и все. Да, и здесь такая же аналогия, только когда мы делаем выбор из наших наборов. Вот. Так, пожалуйста, вопросы по данной предпосылке. У нас в названии указано, что человек мыслит в терминах предельных изменений, то есть что-то меняется, а в примере мы сравниваем банан и кокос, то есть это, ну, где вот эти предельные изменения, я не совсем поняла. Это на следующем слайде, да, для того, чтобы говорить о предельных изменениях, да, нужно было сначала понять, кто такой рациональный человек, да, и я просто ввела сейчас определение рационального экономического агента, да, про предельные мы как раз сейчас и поговорим. Давайте, погнали. Вот. Что значит, что рациональный человек мыслит в терминах предельных изменений? Рациональные агенты учитывают только издержки и выгоды будущих решений, вот. И нам нужно понять эту мысль, да, в, ну, давайте, на примерах, на примерах. Первый пример, да, такой суперстандартный, который, я думаю, вот многие проходили, вот, вам вопрос, да, что если авиакомпания может продать билет пассажиру в последнюю минуту по очень низкой цене, стоит ли это делать? Как вы думаете? Да, стоит. Но с другой стороны будет... Кто это говорит? Это я говорю. Я говорю, я не вижу, кто это говорит, у вас не включена камера. Да, во-первых, мы включаем камеру, во-вторых, мы поднимаем руку, да, перед тем, как сказать. И мы об этом договорились. По поводу руки, кстати, у меня одной нет, вот этой кнопочки с поднятием руки. Слушайте, не знаю. Здрасте. Теперь, Гриш, давай, теперь говори. Да. Значит, ну, это будет выгодно до тех пор, пока потребители просто не начнут экономить на этом и не начнут просто покупать в последнюю минуту весь процент билета. Да, абсолютно верно. Ну, если мы именно сейчас, да, смотрим на вот эту ситуацию, да, то, что все, авиакомпания уже продала там много-много билетов, если у нее остались, да, пустые места, да, то вроде как, да, ну, смотрите, давайте, если стоит, если билет стоил там 500 долларов, да, на человека, например, вот, да, и многие купили за 500 долларов, да, чтобы отбить издержки, да, чтобы отбить издержки на то, чтобы совершить полет. Вот, но остались пустые места. И теперь смотрим. Рациональный агент учитывает только издержки и выгоды будущих решений. Все, да, то, что купили, это уже произошло, да, и у нас остались пустые места, да, самолет уже точно полетит, да, это уже произошло, так почему бы не продать, да, с каким-то сейлом, да, билет тому, кто в последний момент решил присоединиться. Издержки на перевозку этого дополнительного, посмотрите, да, дополнительного пассажира, они ничтожно малы, да, ну, что там, стоит посадить его в кресло еще одного пассажира, вот. Но если мы его не посадим, если мы ему откажем в продаже билета, то мы ничего не заработаем, правильно? У нас наши средние издержки не уменьшатся, вот. А если мы его посадим, то мы хотя бы хоть чуть-чуть отобьем, да, то, что мы недополучили, согласны? Вот, да, вот такая мысль, да, то, что издержки на перевозку вот этого последнего дополнительного пассажира, мы думаем сейчас только про него, да, они небольшие, да, он готов заплатить, например, там, не 500 долларов, как это было для всех, да, и сейчас вот в последний момент он готов заплатить, там, 200 долларов. Ну, да, мы, естественно, да, согласимся его перевести. Так, вот это мои вопросы. Ну, я надеюсь, довольно такой понятный пример тоже, жизненный. Вот, ну, хорошо. Второй пример, второй пример, мне интересно послушать то, что вы скажете. Вот, если вы прочитали половину книги и знаете, что она плохая, стоит ли заканчивать ее читать? Можно ответить? Ну, давай. Я думаю, что нет, не стоит, потому что время, которое я потрачу на дочитывание книги, которое мне не нравится, я могу потратить на чтение книги, которое мне нравится, которое мне полезно, например. Мне кажется, это логично. Нет, ну, да, логичное рассуждение. Здесь я не знаю, вот, именно правильного ответа, да, то, что вы сказали, это с одной стороны, да, а с другой стороны мы можем говорить про то, что, ну, мы же не знаем, да, ну, то, что мы там прочитали, да, половину книги, это уже произошло, да, и мы можем подумать, ну, что уж там осталось, да, издержки на то, что я там ее дочитаю все-таки, они не очень, ну, там, не очень высокие, да, именно предельные издержки моего чтения, вот, и, а может быть, там будет все получше, да, к концовке. Обычно в книгах, да, там, чем ближе к концовке, тем интереснее. Да, можно так подумать. 800 страниц, например, ну, грубо говоря. Ну, это уже, это мы уже, да, какие-то там для примера, да, рассматриваем. Вот, но если в целом думать, да, то с одной стороны, да, почему бы и не дочитать, да, а с другой стороны абсолютно верно сказали, да, про то, что мы же уже знаем, что она плохая, да, зачем нам. Мы действительно лучше, это время, да, на прочтение этой плохой книги, да, которую мы еще сейчас не потратили, да, на то, чтобы ее дочитать, лучше мы потратим на что-нибудь более приятное. Абсолютно верно. Вот. Хорошо, спасибо. И третий пример, да, третий вопрос, да, это стандартный, такой известный парадокс Дама Смита, который у нас спрашивает, да, почему вода дешевая, алмазы дорогие, хотя вода-то нам нужна, да, жизнь необходима, а алмазы – это просто какие-то камешки. Вот. Ну, что вы мне скажете? Ну, давай, Гриш. Это происходит потому, что воды намного больше, чем алмазов, и, соответственно, предложение алмазов очень маленькое, а спрос алмазов, ну, да, конечно, меньше, чем на воду, но относительно предложения, он такой, что возникает рыночная цена выше, чем на воду. Да, да, абсолютно верно. Здесь у нас это объяснение, ну, то, что вы сказали, это уже объяснение через рынок, а если мы говорим про объяснение через наши предельные выгоды и предельные издержки, да, третий принцип, про который мы говорим, здесь у нас, смотрите, что получается. Мы с вами знаем, что если мы вообще не пили воду, да, и выпьем первый стакан, да, то он нам может спасти жизнь. И полезность, да, предельная полезность первого стакана, который мы выпили, она очень высокая, да, если вы там в пустыне, и вот вы там все готовы отдать, да, за стакан воды. Вот, хорошо, вы выпили этот стакан, да, второй стакан, ну, вы тоже выпьете, но он не такой, не так много удовольствия вам принесет, как первый выпитый стакан, да, то есть предельная полезность, предельное удовольствие, да, дополнительное удовольствие от того, что вы выпили дополнительный стакан воды, она начинает уменьшаться, да, да, и там, не знаю, какой-нибудь десятый стакан, вы уже даже сами пить не будете, ну, даже там, даже пятый стакан, вы уже сами пить не будете, вы напоите там свою кошечку, вы там польете цветы, помоете пол, да, и так далее. И у нас вот предельная полезность, предельное удовольствие от того, что мы пьем эту воду, да, она, естественно, ну, предельная полезность от потребления, да, любого товара, такого стандартного, да, она уменьшается, да, закон Госсена, первый закон Госсена, она уменьшается, вот, да, и, как Гриша нам сказал, да, поскольку у нас воды много, вот, да, предельная, ну, и мы уже все вот это вот уже выпили, да, и предельная полезность дополнительного стакана воды, поскольку ее много, она уже очень-очень-очень маленькая, да, и мы готовы за нее платить не так много, вот. А почему алмазы дороги? Абсолютно верно, да, потому что их очень мало, да, и вот вы получили свой первый алмазик, да, там, не знаю, два алмазика в уши, да, себе, да, и вот предельная полезность очень высокая, да, от этого, потому что до этого у вас этих алмазиков не было, да, бриллиантиков в ушах, вот, да, поэтому и, поскольку их очень мало, да, предлагается, да, предельная полезность от получения этих алмазов, да, ну, не потребления, да, от приобретения этих алмазов, она высокая, и поэтому готова очень много платить за это. Да, мы с вами знаем, что, если мы говорим про нас, да, про наше удовольствие, про нашу полезность, про наше предпочтение, это все сторона спроса, вот, да, если мы говорим про производство, это сторона предложения, да, и вот сейчас я объяснила со стороны спроса, Гриша дополнил со стороны предложения, да, почему это так происходит, вот, так, пожалуйста, тут вопросы. Ну, все, давайте дальше. Так, четвертый принцип, да, который будет нам завершать нашу, нашу такую подглаву, у нас сегодняшняя лекция, это про то, что человек реагирует на стимулы всегда, вот, и я думаю, что многие читали эту книжку, да, «Экономист на диване» у Стивена Ландсбурга, если не читали, почитайте, очень интересно, я очень люблю читать всякие такие книги научно-популярные про экономику летом, да, и всем того же желаю и советую, знаете, зачем, потому что ты вот весь год такой занимался экономикой, занимался, занимался, занимался и такой устал, вот, и прям расстроился, да, то, что все, уже аж, ну, не можешь уже, да, уже аж противно становится, да, и ты говоришь, да, ну, нафиг эту экономику, вот, все, да, перезанимался, вот, и такие книги, да, летом же вы отдыхаете, такие книги помогают вам заново вспомнить, заново вспомнить, да, за что вы любили экономику и за что вы ее любите, вот, да, поэтому я вам советую, да, и затем вы приходите в сентябре, да, и с новыми силами, да, с новым таким подъемом энергии, да, вы начинаете еще больше, да, еще больше любить экономику, еще больше ее заниматься, вот, да, поэтому вот советую вам летом что-нибудь такое читать, да, такие научпоп, да, стандартные, это вот экономисты на диване, фрикономика, фрикономика вообще у них там и подкасты, и блог, и сайты обалденные, да, и можно и вообще сайт просто смотреть, все, вот, так, да, и что нам сказал Стивен Ландберг, да, то, что большая часть экономической науки может быть изложена в четырех словах, да, про то, что люди реагируют на стимулы, а все остальное – это комментарии, да, ну, все, вот мы и прошли экономику, да, прикольно, вот. Ну, давайте, знакомые вам примеры, да, первый вопрос, да, только, пожалуйста, да, когда будете отвечать, используйте ваши термины, да, которые вы проходили на микроэкономике, да, в этом году. Первый вопрос, вырастет ли ваш доход, если вы увеличите цену? Кто готов? Может, кто-нибудь новый? Или может, мне спросить кого-нибудь, кто у нас сейчас в конференции? Ну, это очень простой вопрос. Ну, хоть какие-нибудь предположения. Так, Екатерина, пожалуйста. Ну, мне кажется, все зависит от спроса. Если мы до этого не находились в оптимуме, то наш доход упадет. Но в зависимости, кстати говоря, от того, находились относительно оптимума в каком месте. Он может как упасть, может вырасти. Да, абсолютно верно. Смотрите, здесь вопрос, конечно, не очень так хорошо сформулирован. Да, если мы считаем, что наш доход – это прибыль, то вы абсолютно правы. Да, может быть, нам следует поднять цену, да, для того, чтобы увеличить нашу экономическую прибыль. Да, абсолютно верно. Вот. Если мы подразумеваем, что доход здесь в этом вопросе – это выручка, то про выручку очень легко сказать. Помните, да, даже для линейной функции спроса, да, где у нас максимум общей выручки? Да. По-моему, посередине. Кто это говорит? Я не понимаю. Я не понимаю, кто говорит то, что вы не включаете камеры, и поэтому я не смогу вас записать. Вот. Да, и в принципе, да, это некрасиво, если вы не включаете камеру. Ну, хорошо. Да, действительно. Помните, да, для линейной функции спроса, да, ровно посерединке у нас эластичность минус единица, вот, и именно там у нас максимум общей выручки, да, это мы с вами всегда доказываем, вот. И если мы работаем на эластичном участке спроса, то нам нужно, наоборот, снижать цену, да, чтобы увеличивать нашу выручку, вот, да, и если мы увеличим цену, выручка у нас уменьшится на эластичном участке спроса, да, потому что от нас очень много народу уйдет, да, спрос эластичный, вот, а в нижней части спроса, да, у нас спрос не эластичный, и там как раз для увеличения выручки нам нужно увеличивать нашу цену, да, потому что мы знаем, что при 1% увеличении цены от нас уйдет меньше, чем 1% покупателей, и, соответственно, выручка увеличится, вот. Так, ну, хорошо. Второй вопрос. Вырастет ли налоговое поступление, если будет увеличен налог с продаж? Так, ну, мне говорили, что у нас тут самые лучшие умы МОТЭК и СОЦЭК, ребята. У меня есть предположение. Давайте, пожалуйста. Если вырастут налоговые, если увеличится налог с продаж, то у производителей будет меньше стимула производить больше продукции, потому что, потому что государство у них все равно какой-то определенный процент от этого заберет, поэтому тот факт, что они вырастут, ну, не обязательно, прям совсем не обязательно. Абсолютно верно. Да, и вот мне очень понравилось то, что вы вставили слово «стимула» в ваш ответ, да, потому что у нас как раз здесь, да, про четвертый принцип, про то, что люди реагируют на стимулы. Да, абсолютно верно, да, просто у производителей будет меньше стимула, в принципе, да, там что-то продавать, вот, и могут многие фирмы закрыться, да, когда увеличивается налоговое время, да, очень многие не выдерживают этого. Если мы говорим про покупателей, да, вам знакома концепция, да, как она, как эта кривая называется в налоговых поступлении? Кто-то помнит. Лафера. Да, кривая, как правильно, лафера или лафера? Ну, ладно, да, там кто как говорит, как обычно. Вот. Вот, да, чем выше, да, что нам эта кривая, да, показывает, то, что чем выше ставка налога, тем больше люди уходят, ну, если, да, с нас берут налоги, да, с покупателей, да, тем больше люди уходят в тень, да, скрываются от налогов, вот, да, и в какой-то момент налоговая выручка государства, если очень высокую ставку налога поставить, она, налоговая выручка в целом будет снижаться. Правильно? Потому что мы хотим не платить налоги. Вот, нам это не нравится. Абсолютно верно. Так, теперь главный, да, здесь пример. Третий. Повысится ли безопасность дорожного движения, если будут увеличены требования к реням безопасности? Маша, пожалуйста. Нет, безопасность дорожного движения не повысится. Потому что, как только появятся ремни безопасности, у водителей пропадет стимул водить более аккуратно и вести себя на дороге более аккуратно, потому что они будут уверены, что у них есть вот этот ремень безопасности, и что он их обязательно спасет. Поэтому безопасность дорожного движения, я, по-моему, читала что-то про это исследование, она не просто не повысилась, она, наоборот, понизилась. То есть количество автокатастроф, оно только увеличилось. Да, спасибо, абсолютно верно. Действительно, такой стандартный классический кейс, да, он и вот у Мэнки, да, как раз вот в этом, в принципе, да, он именно и описан. Да, в чем здесь проблема, да. Когда обязали устанавливать ремни безопасности, да, их застегивать, да, какой стимул возник у водителя, да, действительно, водители начали думать, ну и ладно, они же нас спасут, начнем гонять быстро. Если раньше все ездили медленно, аккуратно, да, то теперь, да, они чувствуют, что все, они теперь защищены, вот, и начинают гонять. Да, и что в итоге произошло? Увеличилось, смотрите, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, да, ДТП, увеличилось количество аварий, вот, но с другой стороны, поскольку все-таки у меня действительно спасает, уменьшилось количество именно летальных исходов, вот, но количество аварий увеличилось, вот, да, почему? Потому что вроде как хорошая, ну, вот, смотрите, да, здесь вот проблема государства, да, государство должно всегда учитывать, да, что может произойти, да, ввести, да, вот это обязательное условие, да, про то, что вы должны все быть пристегнуты на дорогах, вроде звучит-то разумно, правильно? Вот, да, и вот оказалось, да, то, что не все учли, да, значит, надо было, что еще делать, наверное, надо было еще скорость на дорогу, да, ограничивать, чтобы не увеличилось количество несчастных случаев, да, а все случилось почему? Потому что люди реагируют на стимул, да, и вот надо всегда понимать, как мы думаем. Вот. Примеры вот точно такой же, да, сейчас про нашу вот эту вакцину, да, там, с чем я столкнулась, вот, что сейчас происходит, да, те, кто сделали прививку, пошли, сделали прививку от коронавируса, да, у них как изменили стимулы? Теперь нам на все пофиг, да, все, я теперь защищен, да, и теперь вот и те, кто делают прививку, они реже ходят в масках, они больше ходят в какие-то там публичные места, где много людей, им вообще на все все равно, но, да, забывается факт о том, что, ну, хорошо, может быть, ты не заразишься, да, из-за того, что у тебя прививка, и, или даже если заразишься, очень легко переболеешь, да, с другой стороны, ты можешь все равно быть переносчиком, да, и вот там ты придешь к своей, там, 90-летней бабушке, да, но у тебя же прививка, ничего страшного, да, и ты можешь ей перенести, да, эту болезнь, поэтому, ну, вот эта вот бдительность, да, аккуратность, она у людей уменьшается, уменьшается стимулы быть аккуратными, и длительными, да, после того, как ты сделал прививку. Точно такой же пример, но в наших вот сейчас реалиях, да, потому что про вот эти ремни безопасности, это вообще про Америку, там, 60-70-х годов, вот, да, тут как бы очень насущно и актуально, вот, да, то же самое, примерно, вот. Так, пожалуйста, вопросы по этому принципу. Ну, хорошо. Следующий наш подблог, да, мы поговорили в предыдущем блоке, мы поговорили о том, как человек сам принимает решения, да, обсудили то, что рационален, да, то, что мы должны думать в предельных величинах, да, учитывать это и так далее. Вот, сейчас мы переходим на взаимодействие между людьми, да, как мы между друг другом взаимодействуем. Вот, значит, пятый принцип. Да, решили мы поторговать, да, и этот принцип подтверждает, что торговля действительно будет во благо каждого. Торговля – это хорошо, да, даже если вы конкуренты и мешаете друг другу, все равно это хорошо. Да, пример начинается, да, в этом учебнике, да, записано, пример США и Японии, ой, извините, вот, пример записан про США и Японию, которые всегда были конкурентами на разных рынках, да, они действительно производят, да, однотипные товары, да, например, там, на рынке машин, да, Америка производит Ford, да, там, Япония, Toyota, вот, и они же производят однотипные товары, они мешают друг другу, они же конкуренты, да, они действительно мешают друг другу, и вот вроде это же плохо, вот. И в итоге можно там начать думать, кто же победит в этом соревновании, да, там, кто выиграет, США или Япония, вот, но на самом деле здесь у нас не спортивное соревнование, а просто рынок, да, и здоровая конкуренция – это хорошо. Кому хорошо, да, ну, мы это все спокойно, да, можем объяснить, да, очень это все просто и легко, да, то, что чем выше конкуренция, тем ниже цены, да, это нравится нашим покупателям, да, например, вот. Если даже сами фирмы, если они конкурируют друг с другом, они всегда в тонусе, да, и быстрее привыкают, быстрее, там, больше инвестируют в research and development, да, там всякие, там, инвестируют в развитие, в науку, вот, всякие инновации, вот, да, и они поддерживают друг друга в тонусе, да, и поэтому быстрее развиваются, появляются новые технологии, более дешевые, вот, это хорошо. Вот. Это если про рынки. Если мы говорим про, ну, там, более близкий к нам, например, да, конкуренция между семьями, да, вот мы, там, собрались, да, вы, там, из своей семьи собрались пойти поступать в университет, да, и дети из других семей тоже пошли, собрались поступать в университет, но вы же, вы между друг другом конкурируетесь, и, с одной стороны, это плохо, вы, конечно, там, думаете, ой, вот, он сейчас поступит, а я не поступлю, но что в этот же самый момент происходит, да, вы начинаете задуматься, а как мне сделать так, чтобы все-таки поступить, да, то есть вы сами развиваетесь, и эта конкуренция, она вам помогает самим, да, становиться лучшим, приносит пользу, да, вашей семье, да, членом которой вы являетесь. Вот. Если мы теперь перейдем, да, еще к тому, что вы тоже проходили, да, начнем с примера семьи. Например, одна семья решила вообще с другими семьями не взаимодействовать, да, и удалилась, и начала заниматься натуральным хозяйством, да, там уехал в деревню, ну, такое бывает, да, особенно там в период карантина, многие так сделали, да, все, уехали, там папа начал, я не знаю, пахать поле, сажать картошку, выращивать скот, мама там готовит, да, не знаю, там ребенок, помогает, там, убирается в доме, да, и, там, не знаю, читает по вечерам маме и папе. Что происходит? Что происходит? Да, то, что мы делаем, во-первых, почему это так все распределилось, почему папа именно, да, сажает картошку, почему мама именно готовит, почему ребенок там убирается и читает книжки, да, все семьи, ну, потому что, наверное, у них это лучше всего получается, правильно? Вот, да, то есть что произошло в этой семье? Каждый из них занялся своей специализацией, да, вот, и поскольку это картошка, которую папа там взрастит, она пойдет на питание всей семье, да, там, ребенок читает книги всей семье, мама готовит на всю семью, ребенок убирается для всей семьи, и что они еще делают? Они распределили свои специализации, и они занимаются обменом, да, и мы с вами помним, да, то, что торговля, да, приносит, увеличивает, да, благосостояние каждого, да, если мы говорим на уровне государства, каждого государства, если каждый из них занимается специализацией, да, если каждый специализируется на том, что у него лучше всего получается, правильно? Вот, и каждому может стать лучше. Это вы проходили в теме, да, когда вы проходили, как это по-русски, trade curve, да, кривая торговых возможностей у вас была. Кто эту концепцию нам вел? То, что всем станет лучше, если специализироваться. Марат, пожалуйста. Насколько я помню, вроде бы Давид Рикардо, нет? Конечно, абсолютно верно, да, Давид Рикардо нам сказал то, что, ребята, нам нужны не абсолютные преимущества, да, не на абсолютные преимущества смотреть, не на производительные, да, а на сравнительные преимущества, кто по сравнению с кем, да, лучше, да, и на том специализироваться и обмениваться. Да, абсолютно верно. Спасибо. Я все пытаюсь вас расшевелить, да, а то вдруг вы там всю экономику забыли, да, уже к марту. Но это очень странно, потому что она у нас сейчас в самом разгаре. Вот, да, ну, хорошо. Вот, и действительно страны специализируются на том, что у них лучше всего получается, вот, да, и мы торгуем, обмениваемся, да, и это делает лучше всем, да, происходит парад-то улучшения. Вот. Поскольку страны торгуют взаимодействием друг с другом, у нас процесс глобализации, правильно? Вот, и это тоже можно привести всевозможные аргументы о том, что это увеличивает, да, мировое ВВП, да, то, что это хорошо для общества, вообще, для всего общества, да, кто у нас живет на планете Земля в целом. Вот, но есть, там, противники глобализации, да, это тоже, да, можно, там, разговоры на отдельную лекцию вообще, да, но, да, то есть, очень много аргументов, да, весомых, да, про то, что глобализация – это хорошо. Вот. И в итоге мы делаем вывод, да, по пятому принципу, то, что на самом деле все конкуренты в такой же мере, как и партнеры, в одно и то же время. Мы конкурируем, но в то же самое время мы партнеры. Вот. Так, ребята, пожалуйста, по этому принципу. Обратите внимание, да, как мы с вами вот это все проходим, да, я еще заодно узнаю, что вы вообще помните, да, из курса экономики. Вот, да, тут вот видите, и про Давида Рикарда вспомнили, вот, и законный госсона вспомнили. Вот. И дела. Давайте дальше. Шестой принцип, наш любимый. Великий, да, здесь нарисован, да, Адам Смит, да, и что принцип нам утверждает, что обычно рынок – это прекрасный способ организации экономической деятельности. Что нам Адам Смит еще в XVIII веке, прости господа, давным-давно, да, нам объявил, что совершенная конкуренция – это самый эффективный рынок, который только может быть. Да, у нас нет потери общества, когда у нас есть совершенно конкурентный рынок. И в своем исследовании о природе и причинах богатства народов, да, где он ввел концепцию невидимой руки, он написал, да, свое вот это объяснение из речения. Давайте, я прям хочу его прочитать, да, потому что такое великое, вам вообще нужно аж заучить на всякий случай, да, в жизни пригодится. Да, про то, что не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед. Вот, а от соблюдения ими своих собственных интересов мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму и говорим им вовсе не о наших нуждах, а об их выгодах. Это настолько сильная мысль, да, про то, что меня кормят, не знаю, в каком-нибудь ресторане, не от того, что меня хотят накормить, не от того, что люди благожелательны, да, те, кто предоставляют услугу, а от того, что... Почему это происходит? Потому что они хотят бабок, все, да, и вот как в этом и суть, да, и пока я не переключила слайд, так что же такое невидимая рука? Согласно Адаму Смитту. Что такое невидимая рука? Маш, давай. Я предполагаю, что, может быть, из-за того, что все экономические агенты действуют в своих интересах, то любая ситуация какого-то, ну, если мы говорим в теории, то любая ситуация какого-то отклонения от равновесного состояния экономики, она получается невозможна, потому что рынок, он сам себя приводит в состояние равновесия. Так, а с помощью чего все это приводится в равновесие? Что именно действительно действует как рука? Что движет рынком? Ну, получается, желание каждого участника экономической системы максимизировать свою прибыль, максимизировать удовлетворение своих потребностей, если мы говорим про потребителя. Ну, хорошо. Немножко не то. Вот прям действительно, что такое вот эта невидимая рука? Что действительно регулирует, чтобы спрос стал равен предложению? Да, когда мы спрос приравниваем к предложению, что мы всегда первое находим? Равновесие. Что в равновесии находим всегда? Первое. Цену, количество. Совершенно верно. Цену. Цену. Равновесную цену. Да, то есть цена на рынке, это и есть невидимая рука, да, которая там, если цена выше равновесной, да, то у нас будет профицит. Правильно? Если цена ниже равновесной, то у нас будет дефицит. Вот и все. Вот. Да, то есть вот эта цена, которая устанавливается на рынке, она как раз и действует как невидимая рука. С помощью цен регулируется, да, то есть с помощью цен мы приходим к равновесию. Давайте посмотрим, как работает невидимая рука. Вот. Ну, такой простенький примерчик, да, то что если клиент готов заплатить больше, чем стоит произвести этот товар, да, то есть чем выше издержки производителя, то, естественно, то всегда найдется фирма, которая этот товар продаст, да, всегда найдется фирма, которая хочет получить прибыль. Вот. Если цена, которая сейчас есть на рынке, выше себестоимости, то на рынок выйдут новые фирмы. Что означает цена выше себестоимости? Это значит, что сейчас я буду получать положительную экономическую прибыль, да, и все, кто сейчас... Все фирмы, которые сейчас не на рынке, они видят, да, то, что фирма, которая уже на рынке получает экономическую прибыль. положительную и говорят, что такое мы тоже хотим, и заходят на рынок. А если больше фирм появляется на рынке, конкуренция между ними растет, предложение увеличивается. Если предложение увеличивается, что происходит? Мы с вами знаем, цена падает. При увеличении предложения падает цена. Если цена падает, то снижается твоя выручка, тем самым снижается твоя прибыль. И фирмы будут заходить на рынок до того момента, пока прибыль не станет равной нулю. Это в условиях совершенной конкуренции, условиях равновесия в долгосрочном периоде, когда мы позволяем фирмам заходить и выходить с рынка. В долгосрочном периоде количество фирм констант. Мы помним, в долгосрочном периоде количество фирм переменное. Если вас просят найти долгосрочное равновесие на рынке, совершенно конкуренция, то в ответ вы должны записывать, в долгосрочный период, в ответ вы должны записывать три вещи. Цену, количество и количество фирм, равновесное количество фирм. Я надеюсь, что вы это помните. В итоге цена у нас снижается до чего? Цена у нас равна предельным издержкам, и она снижается до минимума средних издержек. Я надеюсь, вы это тоже помните. То есть цена равна издержкам, прибыль нулевая, и все. Фирмы перестают заходить или выходить из отрасли. После этого больше никто не производит. Все установилось равновесие. И это равновесие установилось на эффективном уровне. У нас нет никаких потерь общества. Все хорошо. Все, кто хотели купить, смогли купить по той цене, которая установилась. Все, кто хотели продать по этой цене, все продали. Равновесие устанавливается на эффективном уровне. Общественное благосостояние максимальное. У меня там насладят зелененький треугольничек, который состоит из излишка потребителя, излишка производителя. Если что-то происходит, если что-то происходит, какой-нибудь экзогенный шок, например, государство ввело, сейчас подумаем. А, нет, ну ладно, какой-нибудь экзогенный шок, это, не знаю, если мы рассматриваем рынок томатов, рынок томатов, помидоров, и шок какой, могут быть погодные условия, да, там, не знаю, упала роса, и появились вспышки, как ее называют, фитофторы, ну, короче, вы поняли, когда помидоры болеют, они там такими черными становятся, да, это экзогенный шок. Ну, то есть мы не могли это предположить, да, ну, то есть мне никто на это не влиял, да, вот там с неба упала эта роса, и помидоры заболели. Вот. Вот, что будет происходить? Не все фирмы выживут, да, увеличатся издержки, правильно? Вот, не все фирмы выживут, предложение уменьшится, в принципе, да, и как рынок отреагирует? Невидимая рука рынка, да, как отреагирует, цена вырастет на этот товар, и все, да, и снова будет равновесие. Да, просто какое-то количество фирм уйдет, тем самым, да, у вас снизится конкуренция между фирмами, цена вырастет. Вот так, вот так это действует. Вот, и Адам Смит нам говорил, то, что, ребята, не вмешивайтесь на рынок, да, государству, говорил, да, он говорил про политику не вмешательства государства. Вот. Кстати, вы вот это все, да, еще проходите на истории экономических учений. вроде как. Есть этот предмет же, да, сейчас? Вот то, что я вам рассказываю. Ну, ладно. Вот, он, в общем, говорил, то, что, ребят, посмотрите, самое эффективное равновесие, самое большое общественное благосостояние. Государство не вмешивается, ни наденеки, ни налогов, ни субсидий, вообще ничего. Да, когда, и мы с вами помним, да, то, что, когда мы проходим рынок совершенно конкуренции, да, ну, в косрочном периоде, например, да, и там, государство ввело потоварный налог, у нас появляется потеря общества, ДВЛК появляется, да, когда вводится субсидия, у нас тоже есть потеря общества, да, вводится, то есть, если государство каким-либо образом вмешивается, могут появиться потери общества, да, и поэтому, если у нас рынок совершенно конкурентный, да, то следует не вмешиваться. Государство, невидимая рука рынка сделает все сама, да, приведет нас к эффективному равновесию. Вот, здесь, пожалуйста, вопросы, желания, комментарии по этому пункту. Так, ничего, Гриш, давай. Я хотел добавить то, что государство, конечно, уменьшает общественное благосостояние, вводя налог, допустим, но при этом, если, допустим, частным компаниям невыгодно заботиться об экологии, то государство может, наоборот, увеличить уровень общественного благосостояния, вводя какие-либо налоги на фирмы или другие ограничения, помогающие, ну, как-то улучшить экологическую ситуацию, в чем фирмы вообще не заинтересованы. Спасибо за комментарий, абсолютно верно. Здесь очень важно, что Адам Смин говорил только про рынок совершенной конкуренции, да, а это идеальная ситуация, которая на самом деле в мире не существует, мы, ну, понимаем это, да, у нас не может быть очень-очень много фирм, очень-очень много покупателей, да, все равно есть какие-то проблемы, вот, да, все равно есть какие-то провалы рынка, да, из-за которых появляются потери общества, и тогда государству стоит вмешиваться. И это сформулировано в седьмом принципе, который мы с вами будем проходить после перерыва. Вот, сейчас давайте сделаем перерыв. По вышкинскому расписанию в 10.50 у нас заканчивается пара, вот первая. Вот, и мы с вами, у нас перерыв сейчас, так, это первая пара была, да, перерыв 20 минут, вот, в 11.10 мы продолжим. Вот, так, все, услышали? Ну, хорошо, все, тогда, ну, не выходите из конференции, да, я так все оставлю, просто там через 20 минут обратно включу звук камеру, вот, и мы продолжим. Хорошо? Сейчас у вас 20 минут, в 11.10 мы продолжим. Ладно, ребята, все, давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok возможность оказать положительное влияние на рынок. Это записано у нас в седьмом принципе. Мы с вами помним, да, еще раз повторю, то, что в условиях совершенно конкуренции, да, у нас все хорошо, но совершенно конкуренции, к сожалению, да, у нас в жизни нету. Да, и это все, ну, не все, конечно, да, можно как-то замоделировать. В действительности рынки могут распределять ресурсы неэффективным образом, да, об этом нам говорят различные провалы рынка. Примерами могут служить, да, ну, классический пример – это загрязнение окружающей среды, да, там, что, не знаю, завод стоит на реке, вот, и выбросы, да, какие-нибудь токсичные, все это выбрасывает в реку. И от этого страдают рыбки в реке, и от этого страдает какое-нибудь рыболовное хозяйство, да, или, там, не знаю, женщина, которая приходит на реку стирать белье. Вот, да, и когда завод делает свои выбросы, ему абсолютно все равно, что там страдают рыбки, и что там страдает какое-нибудь рыболовное хозяйство или женщина, вот, да, потому что все экономические, рациональные экономические агенты, эгоисты думают только о себе, как бы это ни звучало. Вот, да, и правительству в этом случае нужно вмешиваться. Почему? Потому что здесь у нас происходит перепроизводство, да, у нас общество состоит не только из этого завода, да, который делает выбросы, но еще и из рыболовного хозяйства тоже, да, и из-за того, что завод делает выбросы, у нас рыболовное хозяйство недопроизводит, да, свой продукт, недополучает свою прибыль, да, и в целом общество проигрывает, да, появляются потери общества из-за этого. И в этом случае государством можно вмешиваться, да, различными способами например как нам говорил каус есть теорема каус за например можно определить права собственности на ресурс да и тогда если рыболовное хозяйство будет владеть рекой на то запретит нашему заводу делать эти выбросы или будет продавать разрешение на то чтобы делать эти выбросы до получая свою экономическую прибыль да ну какой то такой пример это один из примеров вмешательства государства и вот далее тоже классический пример это дорожное движение когда мы принимаем решение о том чтобы сесть с утра в машину и поехать на работу вот то мы думаем только о себе то что машине комфортно все хорошо но своим действием да мы что делаем мы увеличиваем время в пути остальных автомобилистов и вот и появляются пробки вот мы думаем только о себе как бы нам побыстрее поехать на работу вот и тем самым в итоге до равновесия получается неэффективным все в итоге намного дольше намного больше времени тратит на поездку на работу вот и каким образом нас борется с этим правительство да у нашего правительства но там правительство москвы есть советники какие-то эксперты в областях эксперты экономисты эксперты урбанисты да которые нам говорят то что нужно не расширять дороги а наоборот сужать дороги делать вот как у меня на картинке да например делать велосипедные полосы делать выделенки для того чтобы сужать дороги чтобы у людей было меньше стимулов у автомобилистов было меньше стимулов садиться в машину вот этим самым пробки рассосутся вот но про это я не знаю может быть я вам расскажу эти задачи посмотрим если время будет вот это не очень интересный на вот эту проблему пробок так еще пример чрезмерное использование антибиотиков да как только ну это такая классическая проблема да чем ну мы начинаем болеть и начинаем закидываться антибиотиками вот и что происходит происходит резистентность чем больше мы используем антибиотики тем больше мы болеем потому что то есть организм к нему привыкает да и они перестают бороться с болезнями вот это же мы вроде как данный момент думаем о том чтобы вылечиться да на самом деле делаем хуже еще хуже да и не только себе но и всем остальным почему потому что болезни да они мутируют да что то такое и через нас могут какие-то могут передаваться другим людям на которым уже те же самые антибиотики не помогут вот это что касается экстреналий внешних эффектов да вот эти три примера да они не только могут быть негативными отрицательными экстреналиями но и есть еще и положительные экстреналии опять можно сказать опять про вакцинирование да которые происходят да это различных вирусов вот так когда мы принимаем решение о том делать нам прививку или нет мы учитываем только то что мы не заболеем на если сделаем прививку вот и сравниваем это там со своими издержками на дорогу на время которое мы потратим на то чтобы сделать и на и учитываем издержки того что мы там можем не знаю какие-нибудь у нас будут побочные эффекты от этого вот но мы не учитываем то что делал в прививку мы делаем лучше не только себе но и людям вокруг нас потому что у людей вокруг нас снижается вероятность заболеть реально то что мы тоже не заболеем но мы это не учитываем поэтому все люди думают также да и поэтому происходит проблема не до недопотребления не до вакцинации вот и государство тоже может это не эффективное равновесие государство тоже может вмешаться да и не то что заставить да но создать стимулы для людей чтобы они побольше ходили и делали прививки например какую-нибудь субсидию да или ну да что нибудь такое вот но не обязательно это субсидия как они там денежная но материальная да то что приди делай прививку получи пирожок вот ну что-то такое там получи браслетик футболочку и так далее но тоже все можно перевести в деньги и замоделировать через наши стандартные графики вот это что касается позитивных и негативных экстернали где требуется вмешательство государства чтобы ренессе было стало эффективным обратно вот так же есть провал рынка один из провалов рынка вы очень хорошо знаете сейчас как раз все проходят эту тему или только что прошли это монополия до власть над рынком правильно то что если у нас только один продавец у него есть возможно у нас прайсмейкер на у него есть возможность устанавливать высокую цену кто-то этого страдает ну естественно покупатели да у нас высокая цена значит закон спроса будет мало покупаться да не достаточно неэффективное количество вот и из-за этого любая ситуация любой рынок где есть где есть рыночная власть у фирм помним то что только на рынке совершенно конкуренции у фирм нет рыночной власти да а во всех остальных ситуациях монополия олигополия монополистическая конкуренция любая другая конкуренция да эта ситуация когда у фирм есть рыночная власть и поэтому цены устанавливаются выше предельных издержек и вот да и поэтому появляется тоже провал рынка появляется провал рынка и вот ты поэтому в каждой стране есть антимонопольный комитет который с этим борется который создает стимулы для фирмы устанавливать цены ниже чем они бы хотели устанавливать вот каким образом можно тоже субсидировать можно устанавливать потолок цен вот да и другие различные методы можно запрещать фирмы сливаться на водном это такой самый вам близкий провал рынка который вы все проходите и я уверена то что вы все рисовали этот рисуночек до сравнения sky монополии и там отмечали двл-ку от монополизации город да хорошо и еще один провал рынка который в лице обычно то есть на школьном уровне обычно не проходит но в университетском курсе уже этим занимаются это асимметрия информации то что помните у нас предпосылка совершенно конкуренция о том что все друг про друга все знают пол полнота информации но на самом-то деле это не всегда так да мы можем владеть например продавец может больше знать про свой товар чем знает о нем покупатель появляется асимметрия да и продавец не то что обманывает да он просто не договаривает да и поэтому покупатель может покупатель может покупать товар плохого качества и он не получит свое удовольствие свою полезность которую собирался получить тоже будет неэффективность насчет асимметрии мы кстати с вами будем говорить но в 11 классе у нас будет там тема асимметрии информации будем разговаривать про рынок лимонов да знаменитую статью акерлоффа вот и правительство тоже с этим может что-то делать может подумать как с этим бороться наверное просто больше информации до предоставлять людям и тем самым да если у нас есть какие-то провалы рынка если рынок не совершенно конкурентный то уже утверждение адама смита не работает хотя утверждение адама смита именно про совершенно конкуренцию так что все нормально здесь да но рынки на самом деле не совершенно конкурентные вот поэтому правительство нужно вмешиваться чтобы повышать эффективность правительство своими политиками меняет стимулы могут изменить стимул для повышения эффективности рынка вот так же чем занимается правительство вспоминаем опять наш пример то что забирать у богатых раздавать бедным да правительство может также перераспределять благосостояние для обеспечения равенства вот это задача иногда чаще всего не связана с эффективностью вот но зато экономический пирог делай делится чуть больше чуть ровнее чем раньше и мы ни в коем случае никогда не должны все только стремиться к эффективности потому что нельзя игнорировать проблему бедности нельзя игнорировать другие проблемы до которые связаны с неравенством вот в обществе поэтому этим правительство тоже занимается даже в долгосрочной перспективе да проблема бедности может оказать негативное влияние и не только на бедных но и на другие свои населения вот а наше беневалентное государство должно заботиться обо всех оно должно заботиться об обществе в целом да а общество как мы с вами помним состоит не только из покупателей да она состоит из покупателей производителей и государства если она вмешивается из всех экономических агентов которые у нас представлены на рынке так пожалуйста вопросы по седьмому принципу ну вроде нормально да тут ничего нового не сказала да поэтому погнали дальше последний блок да из трех принципов это ну вот предыдущем блоке мы с вами поговорили о взаимодействии между между людьми да теперь мы будем переходим еще на более высокую ступеньку это функционирование экономики в целом что у нас если смотреть еще выше что у нас происходит какие проблемы возникают первое первое это очень такой фундаментальный принцип да от чего зависит уровень жизни населения вот и менки да в своем восьмом принципе утверждает что уровень жизни населения определяется именно способностью страны производить товары и услуги это самая глубинная глубинная мысль да которая стоит за за всем о чем думает правительство вот можно задаться вопросом да все задаются вопрос чем же объясняется огромное различие в уровне жизни населения разных стран вот это погуглила да посмотрел в 2020 году средняя заработная плата в сша в месяц была примерно 4000 долларов вот а в россии 2020 году пересчете в доллары средняя заработная плата 620 долларов вот и вот как бы почему да вот все задаются этим вопросом и в этом принципе утверждается что ответ на этот вопрос сводится к отличиям стран в уровне производительности ну производительность мы знаем что это такое количество товаров и услуг произведенных в течение одного часа рабочего времени да и чем более производителя чем более производительная страна тем более высокий уровень жизни вот почему так происходит чем чем более производительный ну например труд да то тем более высокий уровень жизни А более высокий уровень жизни определяется темпами роста производительности, определяется темп роста среднего дохода. И нам говорят, что фундаментом высокого уровня жизни должно быть именно повышение производительности. И это вроде понятно, но когда доходит до дела, это забывается, что именно об этом нужно думать. Вот это самое главное. Пример приведем, стандартные проблемы правительства. Почему правительство беспокоится о дефиците бюджета? Вы знаете, что такое дефицит бюджета, это когда расходы нашего правительства превышают доходы. Расходы правительства – это расходы госсектора на армию, на учителей, на врачей, всех, кто работает на частные предприятия, на государственные. Ну, ладно, я надеюсь, что вы понимаете, что такое расходы правительства. А доходы откуда идут? С налогов. Можно еще что-то приплести, но основное – это налоги. И появляется, если расходы превышают доход, появляется дефицит бюджета. И почему это плохо? Почему? Нам нужно сейчас провести цепочку рассуждений и прийти к нашей фундаментальной мысли этого принципа. Смотрите, чем больше, точнее, если у нас есть дефицит бюджета, его нужно как-то покрывать. То есть правительству откуда-то надо взять деньги, чтобы покрыть все расходы, которые запланированы. Откуда берутся деньги? Государство, правительство. Ну, вот смотрите, если у вас там не хватает денег, что вы будете делать? Откуда вы их возьмете? Ну, можно попросить в долг у кого-то из знакомых. Можно пойти в банк и взять кредит. И правительство занимается тем же самым. Оно выпускает государственные крикосрочные облигации, и отдает населению бумажки, на которых написана расписка, и продает эти бумажки за деньги. То есть у населения фирм продает эти бумажки, облигации, и сейчас себе берет деньги. Но если государство сейчас займом у населения покрывает свой дефицит бюджета, то население же сейчас отдало эти деньги, а могло эти деньги, вспоминаем альтернативную стоимость, могло эти деньги, которые они потратили на покупку государственных крикосрочных облигаций, потратить на что? Фирмы могли потратить на развитие, на увеличение человеческого капитала, на образование своих сотрудников, на улучшение именно такого основного капитала, на развитие новых технологий и так далее. То есть эти деньги сейчас не потрачены на то, чтобы развивать компанию, на то, чтобы развивать технологии, а потрачены на то, чтобы покрыть займ правительства. Про людей то же самое. Ты купил эту облигацию, но ты мог эти деньги потратить на свое образование и так далее. То есть здесь, если правительство берет займ у населения, то снижаются инвестиции в общество. А это как раз и есть, а если снижаются инвестиции в общество, в улучшении капитала человеческого, ресурсного капитала, то снижается производительность. Или она недоувеличивается. А если недоувеличивается производительность, то недоувеличивается уровень жизни населения. И поэтому, если... Ну, вот, вроде простой вопрос, такой, ну, точнее, стандартный вопрос про то, что, там, почему правительство беспокоится о дефиците бюджета, потому что деньги уходят не на увеличение производительности, да, не на увеличение уровня жизни населения, а просто на покрытие дефицита бюджета. Вот. Вот такая мысль. Но вот этот принцип, восьмой, он, мне кажется, один из самых сложных, да, и для понимания из всего, что вот сегодня мы пройдем. Ну, давайте посмотрим статистику. Вообще уровень жизни можно по-разному, да, считать, да, очень много индексов, которые нам рассказывают про уровень жизни населения, вот. Иногда считают, ну, просто, да, смотрят там на среднюю заработную плату, но это все не идеальные индексы, да, нельзя идеально посчитать уровень жизни населения, да, надо как-то включать, да, в какие-то индексы включены одни факторы, в какие-то индексы другие, вот. Можно посмотреть просто на среднюю заработную плату, можно посмотреть на ВВП на душу населения, да, такое тоже используют. Вот. Можно посмотреть на индекс благополучия, куда входит, куда входит намного больше факторов, можете почитать про это. Ну, давайте посмотрим. Вот. Россия у нас по индексу благополучия только 74, да, это в 2019 году. Вот. А топ стран, это как обычно, да, стандартные, да, то, что, ну, я думаю, вы знаете, да, там всякие, да, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия, да, то есть вот эти вот страны северного блока. Вот. Такие дела. Давайте дальше. Перейдем к девятому принципу, то, что более знакомому, то, что фундаментальному, то, что цены растут тогда, когда правительство печатает слишком много денег. Ну, я думаю, что вам это знакомо, да, эта концепция, да, и понятие инфляции. Да, что такое инфляция? Страшное слово, но на самом деле оно означает просто обычное, да, увеличение общего уровня цен в экономике. И с этим мы сталкиваемся в магазинах, да, если раньше, не знаю, в моем детстве проезд в трамвае стоил 7 рублей, да, то теперь проезд в трамвае стоит 55 рублей. Вот. Ну, так вот, примерно, да. Вот. Ну, вроде, цены-то подорожали, да. Если раньше вы, посмотрите, да, на картинку здесь очень прям хорошо написано. Если раньше вы за 20 долларов могли там затариться прям конкретно, да, в магазине там целую корзину, купить продуктов, да, то теперь, да, вы совсем чуть-чуть купите на эти 20 долларов. То есть цены растут. Ваша покупательная способность падает. Вот. Что такое покупательная способность? Это сколько товаров и услуг вы можете купить на 1 доллар. Да, то есть наоборот, единицы разделить на уровень цен. Вот. И если правительство печатает слишком много денег, на самом деле не правительство, а центральный банк, да, вот. Если правительство печатает слишком много денег, то что происходит? Ну, вроде как, ну, там, все эти деньги все раздаются через заработные платы и так далее. Значит, у людей растет доход. Вот. А если у людей растет доход, то, значит, спрос на нормальные блага увеличивается, а тем самым, если растет спрос, то увеличиваются цены. Происходит рост уровня цен. Это и есть инфляция. Вот. И стандартные, вот у меня тут даже, мне кажется, есть вот этот вопрос. Сейчас, секундочку. Вот он у меня тут был. Я тут недавно своим ребятам давала сократев. Вот. И потом у меня был наезд. Вот почему это так. Вот. Он был сократев по монополию. Вот. Сейчас посмотрим. Вот он тут был. Так. Какое из событий, скорее всего, не повлияет на цену товара, продаваемого фирмой монополистами. Многие отметили, да, какое событие, смотрите, вопрос был, какое событие, скорее всего, не повлияет на цену, которую установит монополист. Не повлияет. Вот. И был один из ответов, то, что центральный банк удвоил денежную массу в стране. И многие это отметили. Да. И какой был аргумент? Ну, центральный банк, это же макроэкономика, а у нас сейчас микроэкономика, да, поэтому все как бы. Вот. Значит, это вот правильный ответ, да, увеличение денежной массы центральным банком не повлияет. Но на самом деле, я только что вот вам рассказала, да, как это влияет. Да, увеличиваются там заработные платы, вот, увеличивается спрос. Если доход увеличивается, нормальные блага, увеличивается спрос, и вы это проходите, тоже в начале курса прохождения экономики, да, чем выше спрос, тем выше цены. Все. Да? Очень легко. Так, ну, хорошо. И почему же инфляция – это плохо? Кто помнит какие-нибудь издержки инфляции? Кто мне может сказать, почему инфляция – это плохо? Маш, не слышно. Так, не слышно. А, все, я забыла включить просто. Ну, вообще, если я правильно понимаю, то умеренная инфляция, она даже полезна для экономики, то есть она стимулирует, стимулирует какую-то деловую активность, но когда инфляция становится слишком высокой, это приводит к тому, что цены на товары становятся настолько высокими, что я запуталась, что я хотела сказать. Получается, цены на товары становятся настолько высокими, и вроде бы у потребителей денег тоже много, но при этом вот это большое количество денег они его не могут потратить, потому что цены на товары и услуги они еще выше. Да, то есть запоздание идет, правильно? Ну, да. Есть причина, что появляется путаница неудобства, да, потому что ты не понимаешь, да, ты как привык цены, ты не понимаешь, что происходит, сколько у тебя есть и сколько ты можешь тратить. О, Софья, пожалуйста, тут включить камеру. Так. Еще можно отметить издержки меню, это перепечатывание ценников, ну, цены изменились, соответственно, нужно как-то показать, что они изменились. Так, а еще что? Еще издержки от перераспределения, перераспределения доходов. Да, от кого к кому перераспределяются доходы? Ну, например, от кредитора к заемщику. Да, да, ты выдал, абсолютно верно, ты выдал кредит, да, под какой-то процент, а цены выросли, да, и теперь у заемщика стало больше денег, и получается, что он как бы меньше отдает, это реально, вот, абсолютно верно, спасибо. Вот, так, еще кто у нас, Гриша, что ты хотел еще сказать? Я просто хотел сказать, что эмпирически, даже гиперинфляция, очевидно, приводит, ну, допустим, на примере Венесуэлы, там, приводит к общественному краху, приводит к очень многим проблемам не только экономическим, но и социальным, может даже такое быть, что просто себестоимость денег, как бумаги, больше, чем стоимость денег, как, ну, универсального товара обмена, и таким образом, это просто очень забавная ситуация, и таким образом может происходить, там, не знаю, то, что люди клеят стены, на стену деньги, потому что это дешевле, чем обои. Да, абсолютно. Есть, да, такие примеры, гиперинфляция, ну, в общем, в целом, мы с вами поняли, что инфляция, если она, там, 3-4% в год, это, это хорошо, да, то есть, ну, экономика растет, и нужно просто чуть-чуть допечатывать денег, чтобы, ну, что значит экономика растет, увеличивается оборот товаров, услуг, да, которые производятся, значит, нужно больше денег для транзакций, да, ну, в принципе, для того, чтобы продавать и покупать, правильно? Вот, это нормально, вот, а когда рост уровня цен очень, там, сильный, да, очень высокий, то это уже нехорошо, да, потому что появляются издержки инфляции, да, которые могут привести даже к таким последствиям, которые нам описал Гриша. вот, так, и второй мой вопрос на понимание, понимаете ли вы, что вообще, чем вообще у нас занимается наша любимая Набиулина, да, чем сейчас занимается Центральный банк, как Центральный банк борется сейчас с ростом уровня цен в России? Ну, давайте вот в пандемию, что Центральный банк делал? Маш, пожалуйста. Если я не ошибаюсь, то Центральный банк, он ведет политику таргетированной инфляции, то есть держать ее на каком-то определенном проценте, и вот на этот процент инфляции, он влияет путем изменения ключевой ставки. Да. Абсолютно верно, спасибо большое, вот, я очень рада, что хоть кто-то знает, вот, а то я тут спросила своих 11-ти классников, они такие, никто даже не знал слово таргетированной инфляции, я очень сильно ругалась с ними, я думаю, что такое, мы где живем, почему мы об этом не знаем, вот, да, смотрите, политику таргетированной инфляции у нас ввели, ну, начали, да, ею пользоваться еще в 14-м году, когда произошел большой кризис, да, по-моему, ну, ладно, не знаю, вы помните или нет, вот, я училась на втором курсе, вот, и к нам приходили из центрального банка, когда эту политику ввели, да, к нам приходили из центрального банка, и рассказывали нам, чем будет заниматься центральный банк, что такое таргетированная инфляция, что такое таргетированная инфляция, есть какой-то таргет, да, вот, они говорят, что мы хотим, что мы хотим, что мы хотим, чтобы инфляция была, ну, например, да, там, 5% в год, и мы к этому будем стремиться всячески, мы с вами знаем, что не только на рост уровня цены влияют еще и ожидания, да, наших покупателей, фирмы и так далее, да, и поэтому, чтобы эта политика сработала, нужно общаться с населением, нужно очень много рассказывать, да, чтобы все поверили в то, что действительно мы стремимся к инфляции 5%, и чтобы не было завышенных ожиданий по росту уровня цен, чтобы это на самом деле не произошло, вот, и нам это, приходил центральный банк, нам это рассказывал, чтобы мы потом, да, чтобы мы это поняли, и потом пошли рассказывать дальше, да, потому что это так и происходит, да, такая информационная политика, да, про то, что нам Маша сказала, это, что происходит сейчас, да, там, такой стандартный, ну, не стандартный, а то, что действительно сейчас делают, вот, чтобы бороться с ростом уровня цен, это снижает ключевую ставку, ключевая ставка, это ставка, по которой центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам, ну, там, у коммерческих банков нет, там, не хватает денег, да, на то, чтобы, там, не знаю, закрыть депозиты, выдать кредиты и так далее, вот, и коммерческие банки, они могут взять кредиты у центрального банка под какую-то ставку процента, ну, и вы понимаете, да, то, что чем меньше ключевая ставка, под которую банки берут кредиты у центрального банка, тем ниже ставка по кредитам в коммерческих банках, в которых мы берем кредиты, и поэтому больше кредитов берется, больше денег печатается, ну, не печатается, а больше денег создается экономикой, вот, тем самым снижается ставка процента в коммерческих банках, да, а ставка процента в коммерческих банках, это и есть цена денег, вот, а если деньги дешевые, то, да, у нас это может оказать влияние на уровень цен, вот, такие дела, да, так, спасибо, давайте дальше, у нас не очень много времени осталось, нам еще нужно, нам нужно добройти принципы и разобрать кейсы, так, последний, десятый принцип, который нам описал Грегори Менки, как о срочной перспективе общество должно сделать выбор между инфляцией и безработицей, ну, про инфляцию мы только что с вами говорили, это рост уровня цен, просто, вот, а безработица, то что такое, кто помнит, такое безработица, ну, так, ну, ладно, я могу простить тех, кто только пришел в лице, в 10-м классе, у вас еще макроэкономики не было, вот, но я не могу простить тех, кто 9-го класса учится в лицее, не знаю, что такое безработица, сейчас по списку посмотрим, так, ну, в принципе, ладно, мне лень, да, хорошо, ой, кто такие безработные, да, это те, у кого сейчас нет работы, но они активно ее ищут, правильно, да, и входит в состав рабочей силы, вот, да, а уровень безработицы, это просто отношение количества безработных, к силу рабочей силы, в стране, вот, да, и краткосрочной перспективе, да, некоторые экономисты соглашаются до сих пор, некоторые говорят, что на самом деле этой зависимости нету, но можно говорить, что она прослеживается, да, это отрицательная зависимость между инфляцией и безработицей, краткосрочной перспективе, вот, если у нас, ну, давайте, да, какой пример разберем, да, например, мы решили забрать часть денежной массы из экономики, да, тем самым снизив уровень цен, что значит, вот, снижается уровень цен, это значит, ну, цены снижаются, вот, а значит, у фирм меньше прибыли, правильно, и значит, фирмам нужно меньше, у них, им приходится увольнять работников, правильно, ну, если меньше прибыли, значит, нужно как-то этот процесс оптимизировать, да, фирмам приходится увольнять работников, вот, и становится больше безработных, вот, такая, это самое, самое простое объяснение этой логической цепочки, вот, и наоборот, да, чем выше уровень цен, да, если мы соглашаемся, если правительство соглашается о том, что, ну, ладно, пусть будет инфляция, вот, да, но тогда снизится безработица в краткосрочной перспективе, каким образом, наоборот, все работает, да, растет уровень цен, это значит, растут, растут, там, растут прибыли фирм, вот, значит, нам нужно, ну, это же хорошо, да, и фирма нанимает больше работников, значит, безработица снижается, ну, такое, то самое простое объяснение этой отрицательной зависимости, и поэтому правительству нужно тоже опять вот делать вот этот выбор, да, бороться с инфляцией, да, и соглашаться на большую безработицу, вот, или наоборот, вот, тоже вот так балансировать, вот, почему мы говорим только про краткосрочную перспективу, ну, потому что в долгосрочной перспективе мы говорим о том, что у нас безработица оказывается на естественном уровне, вот, когда есть люди, которых мы считаем, ну, то, что это нормально, что они сейчас не работают, например, те, кто сейчас переучиваются, какие-нибудь курсы в увеличение квалификации походят, они сами там приняли осознанное решение о том, что вот сейчас они переучиваются, меняют свою сферу деятельности, вот, или там, те, кто только вышли, да, после института на рынок труда, вот, нормально, да, вот они сейчас ищут работу, то есть это и входит в естественный уровень безработицы, вот, сезонные рабочие, да, которые, там, не знаю, летом продают беляши на пляже, да, зимой не продают беляши на пляже, вот они сейчас, как бы считаются безработными, но это нормально, у них такой заработок, да, у них такая сезонная работа, вот, в общем, такие дела, вот это было про десятый принцип, вот, да, то есть еще раз, последний блок у нас был про экономику в целом, давайте еще раз, ой, давайте еще раз просмотрим, да, вот у нас были про функционирование экономики в целом, да, про то, что уровень жизни населения определяет способность со стороны производить товары и услуги, да, и вот это самое, вот, ну, я вам настоятельно рекомендую почитать, да, еще раз, вот, вот, восьмой принцип, он непростой, вот, про то, что, про инфляцию, да, что если печатается много денег, то растет уровень цен, вот, да, поэтому не надо печатать много денег, вот, это нужно, ну, точнее, не то, что не надо, это нужно учитывать, да, то, что если вы напечатаете много денег, это есть такая политика, да, это стимулирующая монетарная политика, напечатать денег в краткосрочной перспективе в ВВП страны увеличится, это нормально, да, но нужно понимать, что в долгосрочной перспективе произойдет рост уровня цен, вот, а это нехорошо, вот, то, что у нас есть издержки инфляции, вот, и также в краткосрочной перспективе, да, мы должны делать выбор между инфляцией и безработицей, между этими вещами балансировать, вот, ну, давайте, значит, теперь, смотрите, мы с вами прошли 10 принципов, вот, ну, можете их, не знаю, погуглить, открыть сейчас для себя, этот список, там, на любом сайте, это очень просто, ну, если вам нужно, вот, можете не открывать, вот, сейчас у нас с вами будут кейсы, их будет штук 5, по-моему, так примерно, вот, нам нужно их с вами обязательно разобрать, вот, и потом я вам задам задание на дом, вот, давайте я читаю, пожалуйста, вот, от вас жду каких-то, сейчас, подождите, вот так, да, от вас жду, естественно, да, каких-то мыслей, рассуждений, ответов, да, естественно, да, задание по вот этим принципам, да, поэтому нужно вспоминать, да, о чем мы говорили, и говорите, ну, и стараться говорить в таких терминах, ну, не обязательно, давайте я прочитаю, предположим, Маша покупает бутылку вина, когда она дешевая, вино молодое, и она хранит эту бутылку, пока эта бутылка не станет стоить 200 долларов, вот, и говорится, да, то, что она никогда бы не заплатила бы столько за вино, я бы тоже, кошмар вообще, да, 200 долларов за вино, да, но, когда ей предлагают эти 200 долларов, да, говорят, давай, давай мы купим у тебя эту бутылку, которую ты хранишь, да, она отказывается от предложения, вот, и можно ли назвать поведение Маши рациональным, пожалуйста, как это можно объяснить с точки зрения рационального экономического агента? Посидите, подумайте, да, то есть, все, смулируйте мысли. Если вы не будете отвечать, да, то мы просто пропустим, я не буду правильно ответа говорить, я их знаю, мне не интересно. Как мне себе отвечать? Маш, попробуй. Ну, если мы обратимся к принципу того, что у нас рациональные экономические агенты мыслят в терминах предельных издержек, я могу предположить, что здесь, наверное, получается у нее вот эти выгоды, которые она получает, вот эти 200 долларов от того, что у нее сейчас купят эту бутылку, они не превышают те затраты, которые она сделала на покупку этой бутылки вина, то есть, если, может быть, ей предложили 300 долларов, она бы согласилась. Так, но затраты-то были меньше 200 долларов, она же давно вот ее купила, да, и затраты были, она дешевая бутылка. А, она купила его давно за дешево, а сейчас она стоит 100 долларов. А, тогда, я не поняла, но тогда, получается, она действует нерационально, потому что, потому что вот та прибыль, которую она получит, она больше, чем то, что она когда-то получила. С другой стороны, может быть, наверное, такое, что через месяц это вино будет стоить 250 долларов, но мы же не знаем контекста. Соответственно, отталкиваемся от того, что имеем, получается, в данной ситуации, получается, нерационально. Такой ответ имеет место быть, да, очень часто такой ответ дают, так что давайте, ну, давайте еще послушаем, да, а потом уже в итоге, да, придем к правильному ответу. Так, Полина следующая была, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я думаю, что Маша рациональна, так как, ну, как уже говорила Маша, вина может вырасти в цене, и тогда Маша инвестирует в свое будущее. И есть другой вариант, то, что полезность от выпитого этого вина у Маши больше, чем 200 долларов. То есть она оценивает свое, ну, как бы удовольствие больше, чем 200 долларов, и тогда, если ей предложат больше, только тогда она продаст. Да, абсолютно верно. Спасибо. Так, а вот кто там еще руку поднимал? Я не успела посмотреть. Саша. Ну, поднимала я, но просто, ну, у меня тоже была мысль, что раз сейчас она сама говорит, что я бы не купила за 200 долларов, а нашелся тот, кто хочет купить за 200 долларов, то, видимо, если она потом, как бы, в злоковой версии в цене, то нету кто-нибудь еще, кто купит ее еще дороже. Поэтому нет смысла продавать сейчас. Ну, в общем-то, это все. Я понимаю, спасибо. Вот, смотрите, значит, мне больше всего понравилась мысль про то, что, если она сейчас отказывается ее продавать за 200 долларов, да, она сейчас на рынке стоит 200 долларов, то есть это бутылка, вот, и Маша никогда бы в жизни бы не потратила 200 долларов на такую, на бутылку вина, да, но она отказывается от этого предложения 200 долларов. Почему? Наверное, потому что ей это невыгодно, да, может, всегда сравнивать свои выгоды и издержки, вот, а почему ей, может быть, это невыгодно? Ну, наверное, потому что для нее субъективная ценность, не объективная ценность, это цена на рынке, объективная, да, вот объективно, там такая бутылка, она стоит 200 долларов на рынке, вот, а для нее, да, эта бутылка, ее субъективная стоимость выше, чем 200 долларов, поэтому от 200 долларов она отказывается. Почему субъективная ценность может быть выше? Наверное, может быть, потому что именно эта бутылка дорога вам как воспоминание. Это как, знаете, мы там, не знаю, храним какие-нибудь безделушки, да, которые на рынке стоят очень дешево, но мы в жизни никогда не захотим ни за какие деньги с ними расстаться, потому что они дороги нам как память и так далее, то есть то, во сколько мы оцениваем, да, товар может отличаться от того, как рынок оценивает этот товар. Понятная мысль? И то есть в этом смысле, да, Маша действует рационально, потому что для нее, да, эта бутылка стоит, ну, внутри нее, да, субъективная ценность этой бутылки, стоимость этой бутылки выше, чем рыночная стоимость. Понятна мысль, Маша? Понятно, как объяснить? Да, я поняла. Ну вот, да, то есть, хорошо, да, ну, такой пример. Давайте следующий, стандартный, мне кажется, следующий стандартный, да, вот, это стандартный пример, который, ну-ка, я сейчас должна увидеть лес рук, вот, потому что его всегда задают на, на всех курсах экономики. Давайте посмотрим. Есть ошибка в следующем рассуждении. В отличие от многих моих друзей, которые едят все подряд, я люблю апельсины и ненавижу яблоки, поэтому у меня нет основания опасаться запрета на ввоз яблок, которые правительство может ввести со следующего месяца. Даже если запрет будет наложен, это не повлияет на мое благополучие. Так, о, вот видите, сразу же, так, но, Кирилл, пожалуйста. Так, ну, говоришь, что есть, есть подоплек опасаться, потому что, если запретят ввоз яблок, то все его друзья, соответственно, перейдут на так любимые им апельсины. И что произойдет, если друзья перейдут? Апельсинов, и ему может не хватить. Или цены будут повышаться просто. Вот, а почему цены повышаются? Ну, потому что, ну, его друзья, у нас рынок, это он и его друзья. Нет, перестали ввозить яблоки, стали ввозить только апельсины, и его друзья убрали свое потребление яблоки и стали потреблять только апельсины. Поэтому потребление апельсином выросло, и цены, соответственно, на них тоже выросли. Да, абсолютно верно, спасибо. Полина, дополнить каким-нибудь экономическим термином? Да нет, в принципе. Ну, ладно, хорошо. Давайте еще раз я проговорю эту цепочку, да, то, что, если запретят ввоз яблок, да, моим друзьям, в принципе, все равно, что есть, они едят все подряд, значит, если запретят ввоз яблок, они переключатся на апельсины. При увеличении количества покупателей апельсинов, спрос на апельсины растет, да, спрос двигается вправо-вверх, помним, да, спрос растет, а, соответственно, растет цена апельсинов. А то, что растет цена апельсинов, мне, как любителю апельсинов, это, естественно, не нравится, и мое благосостояние, мое благополучие снижается. Согласны? Я просто от Кирилла не услышала слова спрос, вот, и, в общем, пыталась его услышать, но ладно. Так, Гриш, какое дополнение, что-то? Да, можно еще объяснить это через взаимозаменяющие товары, потому что, я думаю, что ввоз яблок, он, в принципе, не полностью ограничит потребление яблок, потому что яблоки могут отечественные производиться, но цена на них явно вырастет. Рост цены на товар-заменитель, провоцирует рост цены на апельсины, соответственно, тоже. Вот в этих экономических терминах тоже можно объяснить. Супер, абсолютно верно, да, яблоки и апельсины для друзей, правильно, являются товарами-субститутами, или товарами-заменителями. Очень хорошее дополнение, Гриша, спасибо. И там растет цена на яблоки, потому что их становится меньше, предложение яблок уменьшается, соответственно, растет цена на яблоки, а значит, вырастет цена на товар-заменитель. Очень круто, замечательно. Давайте дальше. Так, третье. Для каждого из следующих примеров объясните его механизм, определите общую идею, стоящую за всеми этими примерами, приведите другой пример на ту же тему. Так, значит, пункта. Если все думают, что цены скоро вырастут, то цены действительно вырастут. А если все думают, что банк неплатежеспособен, он действительно станет неплатежеспособным. И, ну, пункт В, тут такой, да, про университеты. Если все думают, что выпускники университета А зарабатывают в среднем больше, чем выпускники университета Б, то через несколько лет это, вероятно, будет правдой. Даже если изначально университет не отличались по уровню среднего заработка от своих выпускников. Давайте вот каждый пункт, да, вот там у нас три поднятые руки, каждый пункт расскажите, ну, просто там цепочку, да, почему так происходит, а потом мы это все обобщем. Так, первая у нас Маша была, Маша, пожалуйста. Ну, я тогда под буквой А. если все думают, что цены скоро вырастут, то цены действительно вырастут. Да, это так и будет. Это такой самосбывающийся прогноз, потому что если производители ожидают повышения цен, они закладывают, собственно, они закладывают в стоимость вот это ожидание или нет? просто, вы так смотрите, мне кажется, что-то уже не то, начну говорить. Ну, я просто, я просто думаю, можно ли это через производителя объяснять, но у меня, ну, можно, почему нет, давайте. Хорошо, так, они закладывают это и уже сейчас повышают цены, правильно? Ну, да, потому что ожидают того, что цены вырастут, а через потребителей, соответственно, если потребители ожидают того, что цены повысятся, то они... Ну, что вы побежите делать? Пойду покупать сразу 10 пакетов гречки, потому что завтра она, наверное, подорожает, и тогда цена на гречку действительно вырастет. Абсолютно верно, да, вот видите, у меня тут подсказка, картиночка, да, про эту гречку, вот, действительно, да, если мы ожидаем, что цены скоро вырастут, мы сейчас побежим в магазин закупаться, вот, и, соответственно, что мы делаем? Увеличиваем спрос, количество покупателей растет, спрос увеличивается, а при росте спроса растут цены, да, абсолютно верно, вот, да, то есть это, вот вы сказали, самый сбывающийся прогноз, да, вот, так, пункт Б, давайте, Кирилл, пожалуйста. Давайте, если все думают, что банк, а, я просто руку не опустил, видимо, а, все хорошо, давайте, я все равно отвечу, если все думают, что банк станет неплатежеспособен, он действительно станет неплатежеспособным. надо разобрать, какие действия предпринимают люди, когда есть опасения о неплатежеспособности банка, они начинают быстро снимать деньги со вкладов, а у банка не всегда есть запас свободных средств, чтобы обеспечить выплаты всем, и, соответственно, он подтвердит опасения людей и не сможет выплатить все средства. Абсолютно верно. Да, да, спасибо, абсолютно верно. Если мы боимся, что банк скоро закроется, станет неплатежеспособным, объявит дефолт, мы побежим снимать денежные средства, тем самым приблизив время, когда он обанкротится. Правильно? Да, абсолютно верно. У банка не станет, не хватит его запасов, каких-то резервов, с резервов, чтобы обеспечить все свои договоры, все договоры по кредитам и депозитам. Так, Полин, давайте пункт В. Да, у нас получается, если все думают, что выпускники университета А зарабатывают больше, чем выпускники университета Б, то самые умные, самые такие абитуриенты, которые в будущем могут заработать много денег, захотят пойти в университет А и они в него пройдут, а все оставшиеся, кто был такие средние или ниже среднего, они пойдут в университет Б, и из-за этого они не смогут уже заработать так много денег, как вот эти умные, которые пошли в университет А. Абсолютно верно. То есть здесь у нас идет такой отбор, получается, сразу если все думают, что выпускники университета А зарабатывают в среднем больше, то все начнут стремиться в университет А поступить, потому что мы же хотим побольше зарабатывать. И если, ну, чем больше конкуренция на поступление в университет А, тем круче будущие студенты туда пройдут, более способные туда пройдут. Правильно? А университет Б пойдут все остальные. Ну, а более способные, они, в принципе, по своим способностям будут получать по своей продуктивности, производительности, они в среднем получают высшие заработные платы. Тельным занимают более лучшие должности и так далее. И это станет правдой через пару лет. Вот. Даже если изначально университеты не отличались по уровню средней заработной платы своих выпускников. То есть, что нужно делать, ну, мне кажется, это очень такое супернасущное. Да, вот вроде университеты одинаковые, да, и чтобы к тебе пришли крутые студенты и ты действительно стал крутым университетом, что нужно сделать? Нужно пустить мысль, да, слушок, да, какой-то, что твои выпускники зарабатывают больше денег. Вот. И вот такая вот информационная политика, да, это зарабатывание репутация, информационная политика, да, какие-то гид-компании, вот, как у нас очень любит вышка этим заниматься, да, там, везде говорить то, что, ой, у нас так хорошо устраиваются выпускники, вот, и этим вышка занимается вот этой информационной политикой, да, по привлечению абитуриентов вышка занимается еще там с момента своего открытия, да, и поэтому вышку действительно, вот, все думают, что это да, это так, вот, и вышку поступают, ну, там очень-очень большой конкурс, да, туда поступают самые способные, вот, и вот эти ожидания сбываются, да, если поступило очень много способных, да, то, соответственно, действительно будет выше средний заработной плат, а не из-за того, что университет изначально был круче, вот, да, то есть можно вот так вот университету проводить свои, вот эти агит-компании, чтобы самому становиться лучше, увеличивать свои рейтинги, вот, просто пустить слушок, и если это все объединить, как нам Маша сказала, такая концепция называется концепция самосбывающихся ожиданий, или самосбывающихся прогнозов, но обычно называют самосбывающиеся ожидания, по-английски self-fulfilling expectations, вот, да, про это очень много написано, я думаю, что, ну, если вы отвечаете, то я думаю, что вы про это знали, ну, надеюсь, что большинство про эту концепцию знало, да, потому что она нам до боли знакома, вот, и также экономисты ее моделируют, вот, объясняют то, что происходит, и помните, даже я вам говорила, когда мы, вот, там был принцип про инфляцию, то, очень-очень-очень сильно влияют ожидания на инфляцию, если мы ожидаем роста цен, то цены вырастут, это и есть инфляция, вот, пункта здесь, да, поэтому центральный банк что делает? Центральный банк проводит информационную политику, да, говорит, нет, у нас будет, у нас таргет, вот, там, низкая инфляция, вот, и работы, чтобы сбивать ожидания людей, чтобы люди перестали думать, что цены вырастут, и тогда они не будут, ну, они перестанут расти, вот, Вот так работают, так проводятся политики. Мне очень нравится этот пример, потому что он такой жизненный. Прямо можно про все сферы сказать. И про нас, про образование, и про Центральный банк, чем занимается, и про семейные дела. То, что идти в банк, забирать депозит, перекладывать в другой банк или нет. Прямо супер вообще. Хорошо, двигаемся дальше. Следующий. Внимательно читаем. Я все равно прочитаю вслух, на всякий случай. Вы тоже там читайте, сидите. В США приняты различные меры по борьбе с курением. Одной из популярных мер является запрет курения в ресторанах и барах. Эти запреты на курение в основном принимаются на местном уровне городов, муниципалитетов и округов. Это предложение важное. То, что эти запреты на местном уровне муниципалитетов и округов, ну, городов, это там округ города. Исследования показывают, что запрет курения в ресторанах и барах снижает распространенность курения, а также снижает интенсивность курения среди тех, кто продолжает курить. Эта политика имела другие непредвиденные последствия. Например, она привела к снижению употребления алкоголя. Ну, как бы, ну, ладно, я сейчас плохому буду учить. Ну, ладно, вы все равно все знаете, да, про то, что там, если нельзя курить, то и, как бы, пить тоже не хочется, потому что когда ты пьешь, ты, типа, хочешь покурить. Вот, да, и поэтому вот в этом смысле тут вот все снизилось. Однако, вот теперь важный момент. В районах увеличилось количество ДТП с участием пьяных водителей, где были введены запреты на курение в ресторанах и барах. Как бы вы объяснили рост числа ДТП с участием пьяных водителей? Ну, это не суперпростой кейс. Вот еще раз, сейчас не буду ничего говорить, еще раз перечитайте. И вот я вам укажу, да, на что обратить внимание. То, что запреты на местном уровне городов, муниципалитетов, округов и в районах увеличилось количество ДТП с участием пьяных водителей именно в районах, где были введены запреты на курение в ресторанах и барах. Вот, давайте подумайте. Так, Максим, пожалуйста. Ну, возможно, эти водители, не водители, люди приходили там в бар, что-то выпивали. Потом оказывалось, что курить там нельзя. И они искали какое-то другое место, другой бар, где можно покурить. Вот, ехали туда, например, на машине, но были уже пьяными. Вот, и поэтому случались ДТП. То есть они, когда уже напивались, они хотели курить и искали место. Ехали туда на машине. Да, да, абсолютно верно. Молодец, Максим, только что-то вас в камере не увидела. А, она у меня почему-то не включилась. Ну ладно, ладно, попытка включить камеру была засчитана. В общем, да, абсолютно верно. Ну, иногда объясняется немножко по-другому, да, но объясни Максиму тоже абсолютно верно. Смотрите, да, если в моем округе запретили курить, то я сразу же, да, поеду в округ, где не запретили курить. Ну, я поеду пить в тот округ, где не запретили курить. Да, и мне, ну, это же надо дальше ехать. Если до запрета я могу спуститься там вниз, да, в соседний бар пешком, да, дойти. Да, а теперь мне придется ехать на машине, да, то есть больше расстояния. Вот, да, и там я там пью-курю, и мне нужно дольше возвращаться обратно. Ну, если ты пьяный, там, возвращаешься на машине обратно, да, ну, то есть больше таких людей становится, да, и увеличивается количество ДТП. Вот, Максим объяснил, ну, точно так же, да, то, что если ты пошел в соседний бар там выпить, да, тебе захотелось курить, ты поехал уже пьяный, да, там, искать место, где можно покурить. Вот, поэтому, ну, тоже такое же объяснение. Так, ребята, эта мысль понятна. Вот, дополнительный вопрос здесь. На какой это принцип экономики? Это стандартное задание. Ну, такое прям всякие эти политики проводили. Ну, видимо, на стимулы людей. Да, да, то, что люди реагируют на стимулы. Ну, помните, он всякие эти политики рассказывал, то, что вроде хотели сделать хорошо, да, но не учли все реакции людей, да, то есть здесь люди реагируют на стимулы. Вот вроде хорошая мера, да, надо бороться с курением, да, и тут оп, и выросло количество ДТП с участием пьяных водителей. Да, ну, нужно понять, как это связано, да, что начало происходить. Нужно это все вот продумывать, просчитывать. Вот, так, супер. Давайте дальше. Спасибо. Так, пятое. Пятое на закон БАЗУ. Тут надо тоже очень внимательно почитать. Ладно, давайте не буду вслух читать. Пожалуйста. Сейчас, вот сами сначала прочитайте, потом прочитаем. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok и строго наказывать только взяточников? Ну, то есть оно же узаконило взятки в смысле наказывать. Смотрите, здесь имеется в виду то, что если поймали на даче взятки, то будут наказывать кого? Правительство должно законить дачу взяток и строго наказывать только взяточников. Короче, нужно наказывать только тех, кто здесь... Только тех, кто берет взятку. То есть если ты даешь взятку, то тебя не накажут. А наказывают только того, кто берет. Вот такое предложение. Вот в этом мысль главная. Так правительство же узаконило дачу взяток. Почему наказывать? Для тех, кто... Ну, то есть здесь подразумевается то, что оно разрешило давать взятку безнаказанно. А наказывают только тех, кто берет взятку. Поняла. Вот у меня есть там мысль. Я там вдруг не понимал. Ну, вот насчет пункта А. Это предложение, по идее, должно работать, потому что теперь у тех, кто дает взятку, нет стимула эту взятку скрывать. Вот этот акт дачи. То есть если раньше я, например, кому-то там давал взятку, и начиналось какое-нибудь разбирательство, и в моих интересах было его как-то замять, чтобы я сам не пострадал, то теперь пострадает только тот, кто взял у меня взятку, то есть какой-нибудь там чиновник, например. А я сам не страдаю, поэтому вот. Я меньше буду препятствовать, и взяток станет меньше, по идее, из-за этого. Так, хорошо, хорошая мысль. Давайте дальше. Полин, продолжите про пункт Б, может, что-нибудь скажете? Да, я думаю, что если Алиса хороший водитель, и она может сдать на права, ей нет смысла давать взятки, соответственно, на Алису это никак не повлияет, а на Беатрис, если Беатрис предложит экзаменатору взятку больше, чем сумму его наказания, тогда экзаменатор ее возьмет, а если меньше, тогда ему нет смысла брать взятку и платить еще какой-нибудь штраф, который превышает эту взятку, и Беатрис не сдаст на права. Вот. Так, давайте разберемся. Беатрис, вот кто вообще, в принципе, хочет дать взятку? Алиса или Беатрис? Беатрис. Беатрис, да, и, ну, ей хочется дать взятку, зачем? Да, чтобы сдать экзамен, правильно? Да. Вот. Да, и если Беатрис дает взятку, она, ну, она сообщит о факте коррупции или нет? Мне кажется, нет, потому что тогда у нее отберут водительские права. Да, да, вот смотрите, абсолютно верно. То есть в ситуации с Беатрис уровень коррупции не снизится, Беатрис не сообщит о факте дачи взятки. Вот, а если, а насчет Алисы, продолжите вот рассуждение. Разве Беатрис не отберут в любом случае права, если она кого-нибудь собьет, например? Ну, то есть она попала в какой-нибудь ДТП, у нее уже заберут права вне зависимости от того, вскроется ли факт дачи взятки или нет? Ну, это уже, говорю, это уже другой разговор. Мы сейчас именно про получение прав говорим. Да, вот ей сейчас надо эти права получить, чтобы хоть там чуть-чуть поездить. Вот, это уже как бы кейс отдельного, отдельное задание. Так, с Алисой-то что? Ну, Алиса, она хороший водитель, она может знать права в любом случае, поэтому ей нет смысла давать взятку и еще на нее тратиться. Вот. Так, а как здесь может снизиться уровень коррупции? Алиса может узнать о том, что Беатриса дала взятку экзаменатору и сообщить об этом. Да, или сама может, смотрите, она сама может прийти, да, и говорить там на взятку, вот, и сообщить. И Алиса теперь знает, что ее за это не накажут, вот в этом и смысл, да, этого предложения БАЗУ. Вот, Алиса, если она сейчас даст как бы взятку, да, она может об этом сообщить о факте коррупции, вот, и что произойдет, да, то есть этого взяточника накажут, да, она там все пересдаст, все хорошо, правильно? Да, и ей вернут там обратные деньги, да, то есть ее не накажут, да, ей еще спасибо скажут, вот, да, потому что теперь тех, кто дает взятки, их не наказывают. И тем самым, да, этого взяточника, именно Алиса этого взяточника накажет, да, своим фактом того, что она сообщает, да, что она дала взятку или там Беатрис дала взятку, да, ну, можно тут тоже, как вы сказали, вот. Да, и в этом случае коррупция снижается, да, то, что вот одного взяточника наказали. Вот, даже можно продолжить эту мысль, да, и сказать, что теперь, теперь вот этот вот экзаменатор, да, этот экзаменатор, он теперь будет понимать, что после введения этого базу, ну, там, предложения базу, да, есть те, кто действительно там очень хочет дать взятку и не сдаст меня, а есть те, кто могут тебе дать взятку и сдаст, и сдадут тебя, да, понятна мысль. Вот, и теперь они тебя сдадут, и теперь этот коррумпированный экзаменатор, он станет более осторожным и будет реже брать взятки, а это же тоже снижение уровня коррупции, то есть можно еще докрутить, да, продолжить. Вот как влияет это предложение базу. И давайте пункт В доделаем, ну, нам нужно обобщить приведенный пример выше. Для какого класса взяток предложение базу может быть эффективной политикой? Ну, как вот в случае Алисы и Беатрис, когда эта политика эффективна, а когда нет? Ну, она получается эффективна для такого, скажем так, высшего класса, который и без взяток может спокойно жить, и неэффективна для тех, кто выживает насчет взятков. Да, абсолютно верно. То есть если вот коррумпированный чиновник, да, какой-нибудь занимается вымогательством, да, например, если раньше с Алисы, которая, в принципе, хороший водитель, да, если с нее раньше вымогали, то теперь этого делать не смогут, правильно? Вот, да, да, то есть и в случае вымогательства, в случае вымогательства, да, это предложение сработает. Вот. Можете почитать про это, вон, и там ссылка, да, как раз, да, на вот статью, да, экономическую статью про вот это предложение, как это поменяло стимулы. Здесь все тоже, да, про то, что люди реагируют на стимулы. Как нам сказался, кстати, Ландсберг. Вот. В общем, такие дела. Ребята, пожалуйста. Ну, вот это было непростое задание. Есть вопросы по нему? Я надеюсь, что более-менее понятно, да, как мы это объясняли. Так. Все. Теперь задание на дом. Да, это будет одна из ваших, как бы, самостоятельных работ. Да, очень внимательно нужно посмотреть, что нужно сделать. Вам нужно придумать, да, найти какой-нибудь кейс из того, что происходит вокруг, да, какая-нибудь новость, статья, там, может быть, какой-то инцидент, да, который произошел действительно в мире, да, или самому придумать, но чтобы это было актуально, да, ну, то есть, вот, смотрите, да, все пять заданий, которые мы с вами проработали, да, все пять кейсов, да, они такие жизненные, да, и вам нужно тоже, да, представить кейс-задание, такое жизненное. Далее, ну, как бы, написать вот это задание, как вот предыдущие пять, написать ответ, решение, да, и ссылаться на принципы экономикс, да, то есть, а просто это объяснить в экономических терминах, не просто там будет ответ про то, что, ну, потому что Коля не прав, да, а в экономических терминах, да, потому что мы с вами экономисты, тут у меня суперотобранные экономисты на факультетском дне по экономике, да, поэтому очень на вас рассчитываю, да, что все будет оформлено именно в экономических терминах, готовимся писать, да, в ваших сервисах у вас тоже есть такие задания объяснить экономических терминах что происходит на кейсе вот смотрите это задание вы можете делать индивидуально кому интересно да можно сделать вдвоем втроем нельзя вдвоем максимум хорошо вот как вы это оформляется напечатали кейс если вы взяли какую новость или статью или что-то такое пожалуйста ссылку на то откуда вы взяли эту информацию там ссылку на источник ваших данных вашей информации вот сделайте как вот я в предыдущем видите вот это тут внизу написала да откуда вот я это взяла этот кейс хорошо вот потом пишите кейс пишите ответ на этот кейс ссылаясь на принципы экономикс фамилии имя всех участников кто в этом принимал участие вот и вам нужно будет загрузить это в google форму да обратите внимание там принимается в этой google форме только формат pdf я я думаю что десятому классу в лице вы умеете делать формат pdf да и загружать в google форму вот ну если ни разу так не делали научитесь вот естественно наш даталайн 2359 вот до 10 марта это среда то есть в следующую среду до 2359 да я от вас жду вот эти вот файлы в формате pdf да вот такой тип такого кейса да и вот мы с вами проговаривали ответа вам нужно записать ответ хорошо можно делать по можно делать вдвоем а ну если вы делать вдвоем то одинаково оценка естественно ставится вот эту презентацию я сейчас скинула в нашу переписочку вконтакте да поэтому у вас будет ссылка на ту google форму вот вы в нее можете ничего вам нужно туда загружать ваше задание это пойдет вам в вашу накопительную на оценку да за самостоятельная работа вот так ребята ко мне вопросы пожалуйста у нас еще есть две минутки мне на что-нибудь поотвечать может быть какие-нибудь организационные комментарии пожелания этом приветы можете передать нет все то есть достаточно одной задачи да 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 ну да то очень много будет уважать в пульсетский день еще бы это сделайте а это обязательно взять какого-то конкретного примера то есть с какой-то там страны из какого-то события или можно придумать смоделировать смотрите может можете взять конкретный пример можете смотрю ну посмотрите да там вот например задание про яблоки апельсины да это же ну просто придумано да но как бы но все равно это ситуация которая происходит да как бы в жизни да она как жизненная ну то есть мы понимаем что это действительно такое есть да ну чтобы именно объяснение да такой ситуации были всем понятны да 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 так действительно происходит что-то приближенное к реальности ну конечно так еще пожалуйста вопросы нам нужно отмечаться посещения там так а я сейчас знаете как сделаю так вот у меня тут участники я вас сейчас всех тут за скриню кто тут был и вам а я не тоже смотрите в лжуре там какая-то странная штука мне как вот вас когда вас были вот эти три разных три разных этих господи курса вас же не отмечали в лжуре правильно нет вот потому что там у меня вообще нет возможности отмечать там как-то очень странная какая-то штука вот но я на всякий случай буду отмечать кто был кто не был чтобы не понимать вообще да то что это мои это как бы моя вина что там человек не сдал работу или просто это в принципе моя вина не будет так потому что все таки все сообщено но целом да чтобы не понимать кто работает со мной кто ничего не делает вот и делать выводы да из этого я не обижаюсь я делаю выводы естественно вот так все я всех это зафоткала кто был сегодня вот мне не понравилось вот тут какой-то илья я откуда знаю какой-то илья илья подпишите фамилию я еще раз фотку вы имя фамилию свою пожалуйста пишите а то я же не отмечу ну хорошо все ребят у нас ровно 12.30 уже 12.31 вам спасибо за работу вот на следующей неделе я от вас жду вот этих вот кейсов вот и на следующей неделе у нас будет тема про полезность будем разговаривать вот уже на доске все всем спасибо спасибо до свидания до свидания до свидания